Продолжаем выпуск. В 2024 году Торопец отметит юбилейную дату – 950 лет со дня первого летописного упоминания. Горожане ответственно готовятся к этому торжественному событию. В городе планируется выполнить большой объем работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, а также отремонтировать фасады зданий, обустроить современные общественные пространства. Наша съемочная группа побывала в Торопце, познакомилась с историей города и посетила знаковые места Торопца. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. Торопец – самый древний город Тверской области. Первое упоминание о нем относится к 1074 году Лаврентьевской летописи. Город известен тем, что здесь знаменитый полководец Александр Невский венчался с полоской княжной Александрой. Бракосочетание состоялось в 1239 году. Согласно преданию, молодая жена подарила жителям города икону Корсунской Богоматери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор. В соборе три престола. Один в честь Георгия Победоносца, второй престол в честь Александра Невского, третий и главный престол – Адигитревский, где находилась сама чудотворная икона Корсунской Божьей Матери. Иконостас, необыкновенный позолоченный чугунный, был пожертвован царем Павлом Первым. С правой стороны находилась икона. До революции икона находилась в соборе, затем ее перевезли в Торопецкий краеведческий музей, потом в русский музей в Санкт-Петербурге, где она находится по сей день. Торопецкий край – родина выдающихся личностей, прославивших Россию и оставивших заметный след в отечественной и мировой истории. Среди них – святейший патриарх Московский и всея Руси Тихон. В Торопце прошли его детские годы. Он из семьи потомственных священников, и родился-то он вообще-то в Великолугском. Сейчас Великолугский район Псковской области, раньше это был Торопецкий уезд, небольшое поселение, как называлось, по Гостклин. И вот отца за хорошую службу, его, скажем так, повысили, дали ему приход в уездном городе, сюда они переселились, жили в этом домике, а отец служил в церкви напротив, которая вот Спаса Преображенская. Расцвет города пришелся на 17-18 век, когда Торопец стал крупным торговым центром. Архитектура старой сохранившейся части города отличается единым стилем. Это одно- или двухэтажная застройка, среди которой расположены церкви. До революции 1917 года в городе их было более 20, сейчас это число значительно меньше. Посмотрите, какие прекрасные памятники зодчества, ведь там же и новгородская школа прослеживается, и московская, и владимирская, и суздальская. А самое главное, что у нас так называемый Торопецкая барокко, специалисты называют его доской. Посмотрите, какие красивые обычно окна, они очень орнаментированы. В преддверии 950-летия Торопца в городе запланирован большой объем работ. Так планируется капитальный ремонт здания, где раньше располагался лесной техникум, затем Торопецкий сельскохозяйственный техникум. Сейчас здание передано Тверскому объединенному музею. После ремонта сюда переедет Торопецкий краеведческий музей из Богоявленской церкви. Работы планируется завершить к юбилейной дате. Мы надеемся, что мы перенесем сюда наши постоянные старые экспозиции из музея и добавим что-то новое, интересное, современное, чтобы было приятно прийти нашим жителям города и гостям, которых становится с каждым годом все больше. Также в городе планируется большой объем работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, строительству нового комплекса центральной районной больницы, модернизации учреждений образований, спорта, транспорта и туризма, по ремонту дорог и фасадов зданий, обустройству современных общественных пространств. Торжество получило статус события федерального масштаба. Подготовку к празднованию возглавил зампредправительства РФ Дмитрий Григоренко. Идею поддержал президент Владимир Путин. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, важно, чтобы мероприятия, приуроченные к празднованию юбилейной даты, были направлены на сохранение и популяризацию исторического, культурного и духовного наследия Торопецкого. И всего региона.